Привет! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы о финансах. Сегодня мы поговорим о финансовом планировании, о инвестициях и о том, сколько мы зарабатываем. Наш следующий раздел это инвестиции, тут буквально несколько вопросов, но довольно коварных. Отвечу сразу на несколько вопросов, сейчас зачитаю их подряд, а потом будет, наверное, один длинный ответ. Инвестиции куда и как вкладывать? У нас в подсоветских странах вечно накопленные деньги пропадают. Также, как держаться в рамках бюджета, а не лезть в кредитку или резерв? Сила воли быстро заканчивается. Похожий вопрос. Здравствуйте, время инвестициями занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, какими? Обучают ли этому детей? С какого возраста? Как обучают финансовой грамотности в школе? Мне кажется, что для детей инвестиции это все-таки слишком сложный концепт, то есть им надо как-то привить вот это понимание разницы между потратить сейчас и потратить в будущем, потому что дети, как бы вот интуитивно, они будут очень сильно оценить то, что можно потратить сейчас. Я думаю, что в будущем это все не важно. Вот им надо привить как бы взаимосвязь, чтобы вы поняли, что если я сейчас отложу, то в будущем мне будет очень хорошо, и они должны полюбить, откладывать. У Гордея уже начались какие-то темы в экономике, связанные с банками процентами, но пока еще я думаю, что он не особо понимает. При этом я еще хочу сказать, что Эван, которому 6 лет, у них вовсю они там считают какие-то монетки, у них задачи в школе в стиле вот у тебя есть там столько-то, столько-то монеток и на листочке нарисовано, что вот там пальто стоит 20 евро, носочки стоят 3 евро, а маечка стоит 2 евро. Ну, в общем, короче, какой-то набор продуктов там, да, или товаров каких-то и вот им предлагают, что вот у вас там есть столько-то денег, вам надо полностью одеться, ну-ка попробуйте выбрать оптимальный какой-то комплект для себя, либо там тоже самое с едой какой-то, или, например, что вот есть шоколадки по 3 евро, есть шоколадки на распродаже за полтора евро, там, что выгоднее купить, при том, что там вес у шоколадок разный, но это уже у Киры больше, потому что я вот пока с процентами не очень. Вот, ну, то есть у них действительно очень много математики завязано именно на финансах, у нас в школе такого, ну, я помню, что у нас были какие-то задачи, но это было настолько редко и настолько удивляло меня тогда, что, ну, надо же, деньги какие-то, потому что меня, например, не учили считать деньги, там, как-то с ними обращаться, и я такая 18 лет приехала в общежитие, чё, как, а что, надо было купить, ну, надо же, оказывается, мыло само собой не появляется в ванной, и в душе, в общежитии нету мыла, которое кто-то туда положил. Про инвестиции мы довольно подробно рассказали в видео про финансовый менеджмент семье, который мы записывали в коллаборации со Светой. Да, не знаю, ну, не хочу ничего добавляться, вкладывайтесь в консервативные банкинские инструменты, если не хотите разбираться, если хотите поиграть, идите в акции, но понимаете, что эти деньги вы, скорее всего, потеряете, зато вам будет очень прикольно и весело. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте, вдохновляйте нас на новые видео, мы можем, если наберется достаточно вопросов, мы посвятим это отдельное видео. Здравствуйте, мне интересно про ипотеку. Принято ли вносить досрочки или же в связи с маленьким процентом живут и не парятся, платят, как по договору прописано? Мне кажется, вопрос не про то, как принято или как не принято. Да, в Европе довольно низкий процент по ипотеке, плюс еще есть всякие налоговые льготы на проценты по ипотеке, что делает эффективную ставку для нас еще ниже, пока мы покупаем свое первое жилье. Это означает, что когда вы гасите ипотеку досрочно, вы фактически вкладываете свои деньги под тот процент, по которому у вас ипотека. Если у вас есть способ вложить эти деньги под более высокий процент, имеет смысл вкладывать куда-то под более высокий, а ипотеку использовать как очень дешевые кредитные средства. Если же у вас нет способа вложить деньги более выгодно, то вкладывайте в ипотеку, сравнивайте риски, потому что если вы там вместо того, чтобы гасить ипотеку, пойдете в рискованные инструменты, потеряете, естественно, это плохо. Что касается непосредственно нас, у нас ипотека на 30 лет, и пока мы не делали досрочных платежей, хотя, в принципе, ничего нам не мешает этого делать, но, допустим, сейчас, когда у нас был кредит на машину, ипотека, мы, естественно, предпочитали гасить вперед кредит за машину, потому что там процент выше. И, ну, в общем, тут есть всегда такой баланс, и в целом здесь сейчас действительно с учетом вот этих вот всяких налоговых вычетов и всего прочего, ну, в общем, особого смысла платить вперед нет, если только у тебя руки не чешутся, и ты хочешь быть свободным человеком без долгов, ну, тогда гаси, а так, в общем, математически все ведет к тому, что вперед гасить не надо. Следующий большой раздел — это финансовое планирование, и первый вопрос в нем. Планируете ли вы бюджет по каждой категории отдельно или просто учитываете траты по факту? Нам с мужем очень сложно планировать, потому что большую корректировку выносит расходы на платных врачей, стоматологию, лекарства, то, что не относится к постоянным тратам, но потом сжирает немалую часть бюджета. Я не могу сказать, что мы планируем по каждой категории отдельно, но мы, у нас, как бы, все расходы именно поделены по статьям, которые суперстабильные и которые нестабильные, да, поэтому мы из месяца в месяц видим, что вот эти вот стабильные расходы у нас занимают там такую-то сумму, и мы точно знаем, что, окей, у нас постоянных расходов там, типа, на n тысяч евро, и нам не важно, где именно, по каким статьям эти расходы происходят, мы просто знаем, что вот эти деньги мы точно заплатим. А потом есть статьи, которые могут варьироваться, вот про них мы уже думаем, стараемся понять, окей, где здесь там сейчас нужно что-то потратить, где нет. Ну, есть еще просто факапы, да, то есть ты, в общем, можешь планировать там ту же стоматологию, да, что, окей, я там раз в полгода хожу на чистку, это стоит там 100 евро, допустим. А бывает такое, что ты, ну вот да, мне когда-то надо будет поставить имплант, и это будет стоить 5000 евро, и это ты можешь планировать. А если ты шел, упал и выбил себе передний зуб, то это факап, который, ну, откуда-то надо взять на это деньги, потому что вряд ли ты захочешь ходить с выбитым зубом. Нам государство превратило, как бы, вот эти вот риски с врачами в постоянные расходы, потому что мы платим каждый месяц страховку довольно высокую, но при этом большая часть всего, что связано со здравоохранением, будет бесплатно. Ну, условно бесплатно, естественно, потому что ты страховку все равно платишь, и не маленькую. Видите ли вы профит от планирования бюджета по категориям? У многих есть ощущение, что они и так ничего лишнего не покупают, зачем еще планировать, если и так ты себе позволяешь только самое необходимое? Я не думаю, что в семье нужен прямо какой-то детальный финансовый план по месяцам. Вам нужно очень четкое понимание баланса. Вы должны понимать, там, не знаю, сколько вы заработали, сколько из этого у вас постоянных расходов, сколько осталось, сколько из этого вот оставшегося вы там сейчас уже потратили или еще нет. То есть, должно быть ощущение, что, окей, если у нас возникли там экстра расходы в размере, там, не знаю, 20 тысяч рублей, значит, все, в этом месяце надо больше ничего не тратить. Или там, типа, не знаю, возникли экстра расходы в размере 5 тысяч рублей, ну, значит, еще 10 точно можно спокойно потратить и остаться в целевом балансе. Здравствуйте, зачем мне ежемесячно, ежегодно, всю жизнь учитывать все расходы до копейки, тратя на бесконечные записи всего и вся драгоценное время жизни? Не достаточно ли проследить доходы-расходы за некоторый период, понять основные цифры, прикинуть сумму расходов в месяц-год, ну и прочие параметры с учетом стабильности и ситуации? Вопрос можно отнести не только к финансам. Зачем, в принципе, фиксировать множество разных способов и столь тщательно все реальные жизни? Ведь это занимает уйму времени. Окупаются ли потраченные на планирование, фиксирование, анализ часы и чем? Я, почему мы это делаем? Потому что нам просто нравится. Нет, на самом деле, ну, это действительно как бы баланс, и каждый решает для себя то, что от этого получает. То есть, во-первых, что касается непосредственно финансов. Есть ситуации, когда тебе просто это необходимо. Допустим, в семье резко упал доход, а ипотека никуда не делась, и действительно надо честно посчитать, на что есть возможность потратить. Можете ли вы, не знаю, лишний раз в кино сходить, или действительно там все супер в упор. Вот в таких ситуациях, когда надо по какой-то тонкой грани пройти, я считаю, что это просто супер необходимо. В остальных ситуациях, действительно, если ситуация стабильная, и ничего не меняется из года в год, то у вас коммуналка стабильна, ипотека стабильна, если она есть, какие-то там расходы на питание тоже стабильны, то нет, конечно, прям строго учитывать там каждую покупку, необходимости нету, только если вам это нравится. Тут есть следующий вопрос, он связан с этим. Здравствуйте, Виктория, в комментарии отличные вопросы. Скажите, пожалуйста, о какими инструментами предпочитаете пользоваться при учете о контроле финансов? Что перестали использовать и почему? Мы уже рассказывали в видео про планирование, но я сейчас скажу про то, сколько мы тратим на это времени, и, наверное, все станет понятно. Мы учитываем, кажется, все расходы, но тратим на это довольно мало времени, потому что мы почти все автоматизировали. Сейчас у нас самописное приложение, туда загружаются банковские выписки со всех счетов, которыми мы активно пользуемся. Большая часть расходов с них распознается тоже автоматически, потому что это одни и те же магазины, в выписке видно, что, окей, мы там купили продуктов вот в этом магазине, мы купили что-то для дома вот в этом. На то, чтобы вот все эти расходы разнести по статьям, уходят меньше часа в месяц, на все расходы за месяц. Еще, наверное, где-нибудь час мы тратим на то, чтобы свести все расходы, там, не знаю, учесть в том числе счета, по которым две транзакции в месяц, там, что-то разобраться с какими-то переводами, записать наличные. Еще, наверное, не меньше часа, два раза в месяц мы тратим на, собственно, самое ценное, на обсуждение и принятие решений. То есть мы смотрим на то, какие расходы произошли, у нас все загрузилось, мы видим баланс, и мы решаем, что мы когда потратим, там, не знаю, сколько мы в этом месяце можем там, досрочно погасить, или перевести на сберегательный счет, или наоборот, нам нужно сейчас вытянуть денег с сберегательного счета. В общем, на вот такие вещи. То, ради чего мы это делаем, это вот это принятие решений, да, мы планируем, мы знаем, что произошло. Основался газовый котел, непродивительные расходы, заглянули в бюджет, обсудили, что мы в связи с этим меняем. Двигаем поездку, не двигаем поездку, просто отказываемся от пара покупок. Тут несколько вопросов про систему конвертов, я из них зачитаю, мне кажется, самый показательный. Как вы распределяете финансы по фондам статьям, используете ли вы разные счета? Сберегательный, например, конверты в любой форме, или все разделение состоит в учете, а фактически все деньги в одном котле? До некоторой степени мы используем разные счета. У нас есть сберегательный счет, это как минимум фактор безопасности, да, то есть с текущего счета можно как-то куда-то потратить деньги, быстро перевести, с сберегательного счета очень трудно куда-то перевести деньги, то есть деньги, которые лежат там, они немножко больше безопасности. Плюс для нас, наверное, да, это некоторое баланс счета, когда мы переводим деньги с текущего на сберегательный, это вот мы фиксируем факт того, что теперь эти деньги, они у нас в НЗ, а на текущем счете мы держим ровно столько, сколько нам нужно на текущие расходы. А про систему конвертов, наверное, Вика лучше расскажет. Насколько я понимаю, классический метод конвертов, это когда мы, допустим, знаем, что вот за коммуналку нам надо заплатить 500 евро в месяц, мы вот откладываем эти 500 евро, и ни на что другое их не тратим. На еду у нас уходит там 1000 евро в месяц, мы тоже их откладываем, мы только на еду можем эти деньги потратить. Мы на самом деле не пользуемся, ну мы совершенно точно не пользуемся никакими физическими конвертами, потому что у нас деньги все в банке лежат в сберегательной кассе. Но при этом у нас все равно, мы точно знаем, сколько мы на вот эти вот постоянные расходы тратим. И у нас есть просто общее понимание того, что вот постоянных расходов, которых не избежать, типа там коммуналка, ипотека, продукты те же, вот на какую-то сумму в месяц. И эти деньги мы всегда оставляем в начале месяца на текущем счету, чтобы все это покрыть. Плюс мы точно знаем, что даже каких-то непостоянных расходов у нас все равно на какую-то сумму, ну как минимум есть. И собственно вот эти две суммы, на постоянные и переменные расходы мы оставляем на текущем счету. При этом у нас есть, наверное, можно сказать, виртуальные конверты на некоторые особые ситуации, особые какие-то статьи расходов. Например, мы, поскольку у нас немного различаются представления о том, например, там, сколько надо тратить на путешествия или сколько надо тратить на спорт, мы садимся и договариваемся, что окей, вот нам обоим ок, что мы будем там тратить на спорт не больше пяти тысяч в год. Соответственно, это такой годовой конверт, как только ты эти пять тысяч выбираешь, если у тебя деньги закончились в марте, окей, значит, ты, начиная с марта, перестаешь участвовать в соревнованиях. Ну и там на путешествия те же, да, но в какой-то момент деньги кончились. Ты можешь один раз съездить в Южную Америку на две недели, либо сделать 10 поездок лоукостерами по Европе. Ну вот можешь сам решать, как эти деньги потратить. Поэтому у Вики в голове, мне кажется, есть некий метод конвертов. Она часто говорит, что, типа, вот ты там заработал на дополнительно 100 евро, окей, значит, ты можешь сходить с детьми в кино, потому что вот эти 100 евро мы потратим на вот это кино. А у меня в голове все в общем котле, то есть я как бы все доходы сыпали в кучку, а потом, независимо от того, откуда не все пришло, решаем, куда оно распределяется. Ну, на самом деле, не совсем так. У меня скорее в голове бывают вот ситуации каких-то непредвиденных расходов, допустим. Я там получила 1000 евро в этом месяце за просмотры на YouTube, да, за рекламу. И у меня я такая, о, круто. И тут же, допустим, в этом месяце происходит что-то такое, не знаю, там, сломался что-нибудь, водонагреватель, и ты тратишь на водонагреватель 1000 евро, и ты такой, господи, получается, я целый месяц зря, там, не знаю, видео снимал. Вот, но на самом деле это, конечно, не так, но тем не менее, вот мозг иногда подкладывает такие задачки. Сколько вы зарабатываете и какой ваш семейный доход? Очень камерозный вопрос, но мне действительно интересно. По поводу того, сколько мы зарабатываем на каналах, я прям вот каждый месяц, последние, наверное, полгода снимаю видео и выкладываю их на втором канале, так что кто хочет посчитать эти деньги, welcome, там прям все с точностью до цента расписано. Потом у нас есть какие-то доходы от, не знаю, там от стоковой фотографии до алиментов. Это те доходы, которые мы, наверное, не готовы разглашать публично, ну, в том числе, потому что, ну, это касается не только нас, еще вот другие люди здесь задействованы. Вот, ну, в общем, наверное, ответ такой. Вопрос действительно каверзный. Что-то мы готовы раскрывать, что-то нет. Здравствуйте, Виктория. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас уходит на жизнь в Нидерландах? Ипотека, счета, страховка, продукты, содержание машины. Благодарю. Это видео, которое я собираюсь снять уже, не знаю, год, наверное. Ну, то есть я чуть ли не начинала канал с мыслью о том, что вот это классная тема и, наверное, надо снять. Но до сих пор я так этого и не сделала. Обещаю, что возьму себя в руки и сниму. Деньги и родственники или друзья. Считаете ли нужно переводить определенные суммы родителям или другим родственникам? Даете ли в долг друзьям? По поводу родителей и родственников. Деньги в виде денег мы не переводим просто потому, что у нас родственники такие, что они не готовы принимать денежные подарки. При этом мы совершенно спокойно и при необходимости можем покупать какие-то, ну, более-менее дорогие вещи, которые необходимы людям. Ну, вот такой ответ. По поводу даете ли в долг друзьям? Ну, прям совсем друзьям-друзьям. Ну, в общем, короче, это не то, чтобы какая-то регулярная практика. Каждая ситуация рассматривается отдельно. И там уже мы решаем, опять же, зависит от суммы. Если просто друг говорит, ой, типа я не могу заплатить за пиво 7 евро в кафе, то, конечно, ты за него заплатишь. И, ну, в общем, наверное, даже не будешь расстраиваться, если он не вернет. Но если приходит друг и говорит, одолжите мне, не знаю, там 10, 20, 30, 50 тысяч евро, ну, это надо обсуждать отдельно. Чем чаще пользуются в Голландии? Кредитные карты, дебетовые или наличка? Есть ли кредитная история, как в США? Здесь все пользуются картами дебетными. Ну, то есть это вот, наверное, мне кажется, 99% платежей совершаются с дебетных карт здесь. Причем здесь своя система, которая не виза, не мастер-карт, это айдилл называется. Из плюсов у них, у айдилла очень низкие комиссии, почему они не переходят на всякие международные системы. Из неудобств с этой карточкой, например, голландской, очень трудно поехать за границу, ее не везде примут. Но, с другой стороны, у нас нет вот этого всяких бешеных кэшбэков, акций, скидок, потому что как эти кэшбэки работают? Виза и мастер-карт забирают довольно большую процент транзакции себе, а потом платят их на маркетинг. И вас же достают вот этими кэшбэками, непонятными мутными схемами и так далее. В Нидерландах ничего такого нет. Ты платишь, и почти все, что ты заплатил, достается продавцу, а банк берет там себе какой-то маленький разумный процент. Что касается кредитной истории, у меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос. Мы не сталкивались. У нас, когда мы приходили в банк просить какой-то кредит на ту же машину, они просто спрашивали, а какой у вас доход, а покажите вашу зарплату. Мы говорили, а вот зарплата и так переводится в этот банк. Ну и все, как бы на этом. Ну, в общем, короче, не знаю. Я уверен, что кредитная история тут есть, но здесь просто в среднем очень здоровый финансовый климат, поэтому, я думаю, это не очень важная часть жизни. Здесь нет большого количества людей с плохой финансовой историей. Не смогла дочитать все комментарии, но просмотренных не нашла об алиментах. Получаете ли вы алименты на детей от прошлых мужей и как их расходуете? Алименты получаем, добавляем их просто в общий бюджет. То есть нету такого, что, а, вот твой папа заплатил больше денег, чем твой папа, и поэтому ты будешь есть более сладкие конфеты, чем ты. Нет, у нас такого вообще нету. То есть эти деньги, они просто суммируются в общую сумму денег. Хорошая идея снять видео на эту тему. Хорошо, если бы под видео зрители поделились своими лайфхаками, так сказать, проработали одной командой. Вы и ваши зрители. Мозговой штурм. Полностью поддерживаем. У нас не очень типичная ситуация. У нас, например, совместный бюджет. Расскажите, пожалуйста, как вы видите раздельный бюджет. Расскажите разные другие финансовые лайфхаки, которые вы придумали, потому что что-то нам, наверное, просто не нужно, потому что у нас не работает. До чего-то мы еще не додумались. Здравствуйте, Виктория. Замечательная тема. Люблю эту тему от вас. У меня вопрос. Как распределять финансы и планировать, если минимальный доход, и по принципу, что потопал, то и полопал? Не знакома с этим афоризмом, но я понимаю, что вопрос о том, что делать, если денег прям в упор? У меня бывали в жизни периоды, когда прям денег сильно не хватало, но здесь все очень просто. Ты действительно, ну, это, наверное, как тот метод конвертов. Ты сначала откладываешь на какие-то обязательные платежи, ну, то есть оставляешь эту сумму по-любому. Надо есть, надо платить за квартиру, надо платить там за тепло, воду и все такое прочее. Оплачивать детский садик. Ну, а самое главное, наверное, искать все-таки способы не сэкономить, а как где-то еще заработать, потому что жить в упор, правда, не очень приятно и довольно тяжело. На этом все. Мы постарались ответить на большинство вопросов. Многие просто повторялись, поэтому мы не стали прям зачитывать все, но я надеюсь, что мы покрыли 95% того, о чем вы спрашивали. Всем спасибо. Надеюсь, это видео будет хорошо монетизироваться. Мне тут как раз немножко не хватает по статье развлечения. Ставьте лайки и подписывайтесь на оба наших канала. На втором, как я уже говорила, я рассказываю о доходах с YouTube. Все, всем пока.